У православных начался Великий Пост. В этом году он продлится до 30 апреля. В течение 7 недель или 40 дней верующие должны воздержаться от пищи и развлечений, тем самым готовясь к другому важному событию для христиан – празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 1 мая. С понедельника на этой неделе у всех православных христиан начался Великий Пост. Этот пост строгий. Во время этого поста из продуктов питания исключается полностью мясо, молоко, рыба. И на первой неделе особо благочестивые христиане даже не вкушают масло. Но продукты и пост в пище – это помощь только. А на самом деле это духовный пост. То есть должны стараться как можно меньше смотреть каких-то развлекательных передач. Должны больше задумываться о том, как мы предстанем пред Богом, что мы будем отвечать Ему. Не осуждать ближних, а то многие держат пост, не едят даже масла, а своего ближнего начинают судить, редить и съедают человека. Лучше лишний раз, может быть, какое-то послабление в посту сделать, в пище, если ты немощный, чем своего соседа скушать. Этот пост в этом году у нас Пасха поздняя, выпадает 1 мая. Также последняя неделя поста будет такая же строгая. На последней неделе поста особые у нас идут, как вот первая неделя была особая. Всю неделю идут службы. Две литургии у нас, прежде, от священных даров. Каждый день первой недели Великого поста мы читаем канон Андрея Критского, покаянный. Также и на последней неделе. Службы такие особенные. Выносим мы плащаницу. И заканчивается пост Пасхой. 40 дней длится пост, и 7 дней длится страстная седмица. Именно в те дни, когда воспоминаются страдания Господа нашего Иисуса Христа. Вот именно в эти дни особо строго держат православный пост, чтобы подготовиться достойно встретить воскресшего Господа. Ну и самим им было не стыдно на этом празднике уже предстать пред Богом. Традиционно в этот день в церквях проводят службы. Некоторые прихожане уже на протяжении долгих лет строго соблюдают Великий пост, находя в этом искупление грехов и единство с Богом. Смысл поста – это вот Господь 40 дней был искушаем в пустыне. Он постился. И вот вознаменование этого поста, и теперь мы держим этот пост. Но Господь не вкушал вообще пищи. А мы не мощные. Нам он такое облегчение сделал, что мы кушаем пищу просто постную. Но хотелось бы сказать, что Святая Церковь, она не принуждает к посту, а как бы людей призывает, чтобы во время этого поста они задумались о своей жизни, о будущей жизни, что еще важнее, чем нынешняя жизнь. В Русской Православной Церкви всегда призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в этом молитва и духовные очищения.